Недавний отчет об армянских культурных объектах, опубликованный организацией Caucus Heritage Watch показывает, что количество разрушений объектов культурного наследия Нагорного Карабаха, ставших мишенью для Азербайджана с осени 2023 года, увеличилось на 75%. Сравнивая спутниковые снимки осени 2023 года, когда более 100 тысяч этнических армян были изгнаны со своей родины азербайджанским режимом, и весны 2024 года, C.H.W. привлекает внимание к разрушению школ, исторических строений, кладбищ и святынь и показывает увеличение на 29% количества объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой по всему Арцах, также известному как Нагорный Карабах, говорится в отчете. Знаменитая советская актриса театра и кино Лала Нацаканян скончалась на 67-м году жизни. Актриса активно участвовала в юмористических телешоу, работала с авторскими программами. На счету заслуженной артистки Армении, начиная с 1970-х годов, ряд призов и наград, в том числе и с международных фестивалей. Об уходе Нацаканян сообщили в соцсетях ее друзья и коллеги. Она родилась 8 октября 1957 года в Ереване. С отличием окончила артистический факультет Ереванского художественного театрального института, преподавала сценическую речь. Работала в Анадзорском театре имени Абеляна и в Ереванском театре драмы имени Сундукяна. Автор ряда телепроектов и детского киноэлемонаха сыграла в таких фильмах, как «Всадник, которого ждут», «Новый год в нашей неразлучной семье», «Товарищ Пандужник». Широкую популярность получила после съемок в юмористическом телефильме «Наш двор». Церемония прощания заслуженной артисткой Армении прошла в церкви Сур-Паванесе в Ереванском квартале Конки. Представленная мэрией Еревана новая электронная карта GAS значительно повысит эффективность работы структуры в решении ряда проблем столицы. Она сделает услуги, предоставляемые гражданам, более доступными и качественными. Онлайн-платформа в первую очередь предназначена для сферы градостроительства и городского планирования. В онлайн-режиме собираются различные данные с ряда объектов, в том числе и по показателям загрязнения воздуха. «Одним из важнейших достижений единой платформы Еревана является электронная копия города. Фотографии, сделанные из дрона, позволяют получить 3D-модель любого здания или территории, а путем сопоставления космических снимков можно увидеть развитие и застраивание города на протяжении многих лет», — сказал директор Центра технологии управления городом Ереван Саркис Манукян. «Также намечено внедрение единой пространственной информационной GIS-системы и в ряде других сфер экономики города». 21 июня по случаю 125-летия со дня рождения известного скульптора художника Ереванда Качара был погашен и введен в обращение посвященный ему почтовый блок с одной маркой на тему «Великий армянин». 125 лет со дня рождения Ереванда Качара. Мероприятие состоялось в Музее художника. На почтовой марке номиналом 380 драмов выдающийся армянский скульптор, народный художник Армянской СССР и СССР Ереван Качар изображен на фоне одной из своих скульптур. На почтовом блоке также изображены плюсы скульптур Ереванда Качара, «Меланхолия» и «Сосунцы Давид». Почтовые блоки были напечатаны тиражом 10 тысяч экземпляров. Типографии «Картор» во Франции. Автор дизайна — Давид Довлатян. Мужская сборная Армении по баскетболу стала чемпионом международного турнира в Лос-Анджелесе. В напряженном матче команда одержала победу над командой Ирландии за счетом 92-91. Лучшим игроком матча стал капитан армянской команды Андреас Пайта Макрчан, который оформил дабл-дабл, набрав 26 очков, сделав 10 подборов и 5 передач. Следующий матч сборная Армении проведет 24 ноября против Австрии в Ереване и 2 февраля 2025 года против Албании в Тиране. Пермский театр «У моста» начал свои гастроли в Москве с премьерой постановки армянской сказки «Храбрый Назар». Авторский театр режиссера Сергея Федотова — трижды номинант и лауреат российской национальной премии «Золотая маска», обладатель 45 гран-при зарубежных фестивалей. Согласно рейтингу журнала Forbes, входит в десятку лучших театров России. Театру «Моста» существует уже 35 лет, и спектакль великого туманяна «Храбрый Назар» стал жемчужиной юбилейного сезона. Спектакль получился ярким и веселым, зажигательными народными танцами. В актерском составе спектакля — единственный армянин, исполнитель главной роли «Храброго Назара» — Эдмон Саадян. Театр прошел довольно долгий путь, чтобы воссоздать уникальный армянский национальный колорит и атмосферу на сцене. Российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян в своем телеграм-канале сообщил, что после киноленты «Онегин» их продакшн приступил к экранизации великого романа-классика русской литературы Льва Толстого «Война и мир». Книга, изменившая мир. Что должен снимать режиссер после успеха «Онегина»? Конечно, «Войну и мир». Большое кино, соответствующее великой книге. Приступаем в следующем году. Пожелайте нам удачи. Написал Андрей Асян в сети. Режиссер уточнил, что съемки картины начнутся в 2025 году. Ранее фильм «Онегин» Андрей Асян, снятый по роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина, возглавил кинопрокат в России и СНГ. Премьера картины состояла 7 марта. Армянский и российский боец смешанных боевых искусств Роман Сарукян дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев и оштрафован на 25 тысяч долларов за удар фаната на турнире UFC 300. Его дисквалификация может быть сокращена до 6 месяцев, если он выпустит видеоролик для кампаний по борьбе с буллингом. Комиссия отмечает, что инцидент мог иметь катастрофические последствия для всех участников и что это мягкое наказание за первый подобный поступок от Сарукян. Повторные действия будут караться гораздо более строго. Напомним, Сарукян занимает первую строчку официального рейтинга UFC в легком весе, выступает под флагом Армении. Впервые в местности Ринд общины Армении пройдет фестиваль культуры Тадишурва. Событие состоится 29 июня на центральной площади поселка Ринд. Координатор проекта Сюзан Маргарян сообщила, что предварительно была проделана большая подготовительная работа. В частности, в различных общинах Армении были проведены исследования по выявлению рецептов традиционных блюд, а также игр и танцев. В фестивале примут участие 9 населенных пунктов общины, каждый со своим павильоном. Посетителям будут представлены традиционные блюда – игры, песни и танцы.